В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. В Нинецком округе готовятся ко всероссийской переписи населения. В этом году она впервые пройдет в цифровом формате. Каждый гражданин сможет пройти ее самостоятельно на портале госуслуг. На финишной прямой. В Наринмаре все готово к главному спортивному событию – Бурандею. На снегоходной гонке заявилось 55 участников. В нашем эфире впервые интервью с гонщиками и кадры с трассы. Первые рыболовные. В Заполярье в эти выходные состоится кубок Наринмара по ловле на блесну и мормышку. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В Нинецком округе идет подготовка ко всероссийской переписи населения 2020. В этом году перепись впервые пройдет в цифровом формате. Каждый гражданин России сможет пройти ее самостоятельно на портале госуслуги. Основной этап переписи пройдет в октябре. С 4 по 27 октября переписчики обойдут жилые помещения Наринмара и поселка Искателей, где проживает основная часть населения региона. В связи с кочевым образом жизни части населения, природными условиями и труднодоступностью населенных пунктов, перепись начнется уже в августе и завершится в ноябре. И пройдет в три этапа. В августе досрочную перепись пройдут члены семейно-родовой общины Ямпто. Она будет приурочена к празднованию Дня Оленя, когда все члены общины соберутся вместе. В сентябре досрочную перепись проведут для жителей 10 муниципальных образований – Карского, Колгуевского, Андикского, Малземельского, Коткинского, Великовисочного, Ильвисочного, Пустозерского и Шоинского сельсоветов и поселка Амдерма. Когда начнется убойная кампания и большинство оленеводческих общин подойдет к селам, перепись пройдут Омский, Пешский, Канинский, Тиманский, Хариверский, Хаседохарский, Южчарский и Приморско-Куйские сельсоветы. В ходе подготовки к переписи в округе разрабатывается региональный организационный план и устраняются недостатки в адресном хозяйстве Наринмара и Заполярного района. Пройти всероссийскую перепись населения можно тремя способами. С 1 по 25 октября самостоятельно на сайте госуслуги.ру или в мобильном приложении портала Госуслуг. С 4 по 27 октября опрос жителей региона будет проводиться переписчиками, которые будут обходить все помещения, где проживают или могут проживать люди, и проводить опрос лиц, не переписавшихся в сети интернет, на портале Госуслуг или на стационарном участке. У лиц, которые переписались на портале Госуслуг или на стационарном участке, переписчики будут проверять код подтверждения, участие в переписи. Респондент может назвать цифровой код или дать отсканировать с помощью мобильного устройства QR-код. В эти же дни будут работать стационарные участки, на которых также можно сообщить о себе сведения. В этом случае также будет сформирован код подтверждения участия в переписи, который необходимо будет назвать переписчику по месту постоянного жительства. При этом респондент сможет пройти перепись на любом стационарном участке страны, независимо от места жительства. Центр избирком России запустил информационно-справочный центр, где в частности по телефону граждане могут получить информацию о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, запросить контакты избирательных комиссий, получить данные о проходящих избирательных кампаниях и порядке обращения в ЦИК. Напомню, голосование пройдет 22 апреля. А пока на местах продолжается обсуждение поправок в главный закон страны. Поправки в Конституцию Российской Федерации приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и проходят согласование в регионах. Накануне внесенные в Конституцию изменения поддержали и парламентарии Ненецкого округа. По словам экс-депутата Собрания депутатов региона Игоря Соколова, одним из ключевых положений обновленной Конституции станет то, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Семья и дети – это будущее нашей страны. В этих поправках, на мой взгляд, основное, что приоритетом признается политика в этой области, политика в области демографии. Также закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц и предусматривает не более двух президентских сроков. Однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Важной конституционной гарантией становятся так называемые социальные гарантии. Одной из наиболее актуальных поправок, по мнению полномочного по правам человека в Ненецком округе Лариса Сверидовой, является поправка в отношении установления единства публичной власти. Для отдаленных регионов эта поправка имеет значение, потому что кадровый потенциал в регионах, он на сегодняшний момент во многом исчерпан. И нам нужно готовить достойную смену для глав муниципалитетов, и при этом понимать, что верховенство власти, как региональной, так и муниципальной, без механического слияния должно быть. Кроме того, по поручению полномочного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в регионе проводится подготовительная работа по выступлению региональных омбудсменов в качестве экспертов во время проведения общероссийского голосования 22 апреля. В Ненецком округе будет создан штаб с участием председателей и членов региональной общественной палаты, которые будут наблюдать за ходом голосования. Также будет открыта горячая линия, а пока получить всю интересующую справочную информацию о предстоящем голосовании можно по номеру информационно-справочного центра 8 800 200 020. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Завтра в Наринмаре состоится традиционный снегоходный мотокросс на приз Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова-Бурандей. Накануне завершился прием заявок на участие в соревнованиях. Таким образом, за звание лучшего гонщика будут бороться 9 женщин, 7 ветеранов, 11 спортсменов в свободном классе и 28 в основном заезде. Гонки пройдут в районе центра активного отдыха «Большуха». Наша съемочная группа побывала на месте и пообщалась с непосредственными участниками соревнований. Слово Ольге Русу. Владимир Пуляев в этом году дебютирует на мотокроссе. Он заявился на заезд в классе «Свободный». Решение принять участие в гонках «Бурандей» принял еще год назад. Купил снегоход и начал тренировки. Всю зиму тренировались. В Тельвиске трассу делали сами, подготавливали. И все, вот на ней катались. Еще был параллельно зал. В зал ходили. Ну там с железом немножко. Подтягивания, отжимания там. И пересиды. Ну такое банальное. По условиям соревнований снегоходы не должны подвергаться никакому тюнингу, улучшающему их проходимость. Максимальная скорость скиду, на котором будет соревноваться Владимир, установленная производителем, 160 километров в час. Но в этих соревнованиях она не должна превышать 60 километров. За сутки до гонок Владимир самостоятельно проводит осмотр своего железного коня. Необходимо все смазать, посмотреть на тяжку ремня, проверить гусеницы, потянуть раму и подвеску. Допустим, по технике, как лучше и что сделать. Где вот он мне подсказал там руль спилить, чтобы не упирался в грудь. Ну когда в поворот поклоняешься, закладываешь его в снегоход, чтобы он не упирался. Ну и так по мелочи ремень как натянуть. Какую экипировку покупать лучше. Ну вот по таким мелочам звонил и интересовался. Владимир говорит, что в приметы не верит. Верит только в себя и надеется, что организаторы не подведут, устроят удобную и безопасную трассу. Между тем, на месте гонок уже проработан контур трассы, идет ее разметка и разглаживание. Как только работы по обустройству закончатся, трассу закроют, чтобы ее не разбили до начала гонок. Уже удалены по ходу движения все арматурины. Сейчас еще дополнительно проходят ее с металлоискателем, чтобы посмотреть, может быть, какие-то камни есть. Не камни, а железо какое-то есть под снегом. И, собственно, сегодня, наверное, мы ее будем перекрывать, чтобы ее не испортили до начала соревнований. Вместе с тем, на месте проведения гонок монтируют палаточный городок для зрителей, устанавливают торговые павильоны. Для удобства жителей и гостей города к месту проведения соревнований их будет доставлять специальный Буран-экспресс. Это шаттл, который будет курсировать от остановки нефтебаза до места проведения мероприятия каждые 15 минут на протяжении всего мероприятия. Естественно, он будет бесплатный. Поэтому призываем жителей, так как парковки у нас не самые широкие здесь, местность не позволяет под каждую машину сделать парковочное место, расчистить большие площади. Мы призываем к тому, чтобы воспользовались все-таки общественным транспортом. Сейчас организаторы и участники 24-х соревнований по снегоходному мотокроссу Буран-экспресс надеются, что погода не подведет. Ведь по прогнозу ожидается небольшой мороз, который был бы очень кстати. Напомним, что соревнования состоятся уже завтра, 14 марта. Отборочные заезды примерно начнутся в 9 часов утра, а непосредственно открытие мероприятия в 11, как и было запланировано. Ольга Руслан, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал Север. А для тех, кто не сможет прийти на место проведения соревнований по снегоходному кроссу Буран-дэй, будет организована прямая трансляция на телеканале Север. Традиционно телезрители смогут следить за проходящим на гоночной трассе у экранов телевизоров. И не только. Прямую трансляцию, как обычно, организует телеканал Север. На сайте trksever.ru Возможно, в этом году мы постараемся также трансляцию расширить на социальные сети, на ютюбе. И, ну, соответственно, как бы, где мы и раньше показывали, это IPTV Ростелекома, IPTV Ниньцкой компании электросвязи, приложение Smart TV. И, ну, все вот источники, где можно посмотреть телеканал Север, они у нас на сайте тоже отображены в разделе «Как посмотреть». Кроме того, прямая трансляция соревнований будет идти на плазму, которая расположена на сцене в месте проведения гонок Буран-дэй. В эти выходные в Наринмаре впервые состоятся официальные соревнования по спортивной рыбной ловле на блесну и мормышку. Они пройдут 14 и 15 марта в районе Марщина-Шара, напротив озера Рыбацкое. Организаторы Кубка – Федерации рыболовного спорта Ниньцкого округа. Сегодня началось обустройство места проведения соревнований. Здесь впервые за всю историю региона пройдут соревнования по двум рыболовным дисциплинам. Ловля на блесну со льда и ловля на мормышку со льда. Соответственно, 14 марта – блесна, 15 марта – мормышка. В прошлом году мы создали Федерацию рыболовного спорта региона для того, чтобы развивать этот любительский, неолимпийский вид спорта здесь, в Ниньцком округе, который очень богат рыбой и очень богат людьми, которые увлекаются рыбалкой. Не секрет, что в окрестностях даже Наринмара на практически любую удочку, на любой вид снасти можно поймать огромное количество рыбы. И это серьезное, хорошее подспорье для наших будущих спортсменов, которых мы будем здесь взращивать, чтобы тренироваться, получать спортивные разряды и участвовать во всероссийских, а возможно и в дальнейшем международных соревнованиях. Мы надеемся, что мы взрастим сильных спортсменов. На сегодняшний день для участия в соревнованиях заявилось 90 человек – 30 рыболов на блесну и 60 на мормышку. Впрочем, побороться за титул лучшего могут и те, кто в дни проведения состязаний успеет зарегистрироваться на месте с 8 до 8.30 утра. К судейскому обеспечению соревнований привлекли судейскую коллегию Федерации рыболовного спорта России и других экспертов. По окончанию соревнований, по выявлению результатов, все спортсмены, занявшие места, у нас это соревнования муниципальные, приблизительное количество участников там порядка 30, то есть где-то, да, ориентировочно, первая десятка спортсменов, да, сможет, получит право оформить себе разряды. То есть, ну, в данном случае, если все спортсмены будут безразрядные, то первая десятка сможет себя оформить третий спортивный разряд. Если кто-то из спортсменов, присутствующих здесь, будет уже, допустим, иметь третий или второй разряд, то в зависимости от занятого им места он сможет получить уже либо второй, либо первый разряд. Так как у нас данный статус соревнований муниципальный, то, соответственно, максимально высокий разряд, который здесь можно получить, это первый спортивный разряд. Цель соревнований – популяризация рыболовного спорта, а также бережного отношения к природе. Старт кубка по ловле на блесну в 8 утра 14 марта, на мормышку в 8 утра 15 марта. Гонок на оленях не будет. Спортивные состязания среди оленеводов Семенхат-Мерита в Нинецком округе отменены. Такое решение было принято накануне Советом Старейшим, коренных молодчисленных народов Севера и членами регионального общественного движения Ассоциация Нинецкого народа ЕСАВЭЙ и поддержано Организационным комитетом по проведению спортивных состязаний. Соревнования отменены в связи с теплой погодой, которая, по мнению представителей КМНС, значительно ухудшила дорожные условия. Частые осадки способствовали увеличению высоты снежного покрова. Из-за оттепеля образовалась ледяная корка, которая может травмировать оленей на пути в Наринмар. Напомню, спортивные состязания оленеводов Нинецкого округа Семенхат-Мерита, самый быстрый, проводятся в регионе ежегодно и собирают лучших представителей оленеводческих хозяйств округа. По итогам встречи было решено перенести соревнования на 2021 год. Кроме того, в ходе совещания старейшины предложили рассмотреть возможность о переносе сроков проведения состязаний на февраль. В Нинецком округе завершился турнир по волейболу среди школьников 8-12 лет, посвященный десятилетию предприятия «Башнефтьполюс», входящего в структуру компании «Роснефть». На протяжении трех дней юные волейболисты боролись за звание чемпиона. О том, кто одержал победу, а также о специальном гости состязаний, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Александра Истомина занимается волейболом уже пять лет. Это не первые ее соревнования и победы. Юная волейболистка дважды становилась лучшим игроком соревнований. И на этот раз ее команда заняла первое место. Она считает, что половина успеха – это их сплоченность. Дружба, надо быть, чтобы все помогали друг другу, не боялись мяча, не боялись соперников. Совсем немного до победы не хватило соперникам в команде «Норд». Но девочки не расстраиваются, понимают, что нужно больше тренироваться и служить тренером. Мне кажется, что да, мы сможем, если будет приходить вся команда и вовремя. Нам говорит тренер, что надо как бы собраться один раз и просто начать играть хорошо. На это же наставлял и специальный гость турнира чемпиона Олимпиады 2012 в Лондоне Алексей Обмачаев. Он прибыл по приглашению нефтяников, внимательно следил за игрой финалистов и после награждения провел для всех желающих мастер-класс. Показал, как правильно должны работать ноги и руки, а также рассказал о роли тренера в команде. А главное, по его словам, нужно понимать, зачем тебе спорт. Чтобы они поняли, зачем они приходят на тренировку, что это не просто игра в мяч, а к чему-то они должны стремиться, какая-то цель должна быть у них. Наверное, чтобы они понимали тренера, чтобы до них доходило, что требует от них тренер, для чего они сюда пришли. Для Башнефть-Полюс, десятилетию которого был посвящен турнир, привлечение к активному образу жизни и спорту – одно из приоритетных направлений. Так, среди сотрудников на протяжении всего года проводится традиционная спартакиада. Не раз нефтяники поддерживали соревнования и учреждения в округе. К слову, реконструкция спортивного зала «Дюдс Лидер» прошла также непосредственно при помощи Башнефть-Полюс. Мы всегда очень рады и поддерживаем такие мероприятия, особенно все, что связано с детьми. Большое вам спасибо за участие. Сегодня победили сильнейшие. Ну, каждый, наверное, в своем сердце всегда хотел быть победителем. Сделайте некие, как правильно, наверное, сказать, выводы от сегодняшних игр. Ну, и вот всем огромное-огромное большое спасибо за участие. В результате места у победителей распределились у мальчишек и девчонок одинаково. Золото у команд «Лидер», серебро – «Лидер-2». И бронза досталась командам «Норд». Все участники получили памятные подарки от нефтяников, торты и заряд на новые победы. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.